Все, генерация иерархий. Это такая смешная маленькая тема, но по сути она ровно про то, о чем ему и кажется. Задача тупая, просто вот, чисто механическая на C++. Есть у вас список типов вот такой, какие-то базы. Есть какой-то child. Ну, шаблон тоже, наверное. Необходимо как-то сгенерировать вот такую шнягу, иерархию. Сделать, чтобы child наследовался от баз. Звучит по-идиотски, правда? Ну, как-то очень легко. Вы делаете child шаблонным там с паком и все наследуете, и круто. Но паков-то не было раньше, до 11 плюсов. Но есть еще одна задача. Линейная иерархия. Да, вот это вот с... ой, scatter иерархия называется. Ну, как бы scatter. А вот это называется линейная, потому что, ну, в линию. И дан type-list каких-то типов нужно их друг за друга понаследовать. То есть подспочки один, другой, третий, четвертый, пятый наследуют. Ну, тоже пока не очень понятно, в каком виде. Ну, что там, просто как-то это заводим как-то тоже шаблонный. Ну, CRTP какой-нибудь, вот что-нибудь такое. Ну, да-да-да, от него наследую, и все работает. Казалось бы, детские задачи. Но до C++11 самым таким модным частым способом и единственным, пожалуй, генерировать scatter иерархию было следующее. Все понятно, да? Тут тривиально как бы. Тут, ну, элементарно. Ну, тут, по сути, примерно так, как вы в третьей домашке практиковались рекурсивные идти по спискам типов, которые как пара хвост-голова. Вот тут так, по такому списку типов рекурсивные идут, и какое-то вот это вот рекурсивные ноды что-то делают, и в итоге наследуются от каких-то холдеров, которые вот как раз и есть те базовые классы, которые мы хотели. А вот это ребенок. Ну, и как бы получилась scatter иерархия. Линейную тоже тут очень весело делали, как-то вот промежуточные что-то. Ну, в общем, как-то делали. Зачем только? Ну, можно уже догадаться, в принципе. Ну, неважно. Мы просто закодим это, и будет предельно понятно. А что мы закодим, и зачем вообще все это, вот эта вот абстрактная задача в вакууме, что-то от кого-то отнаследовать, линейное, там, вот так вот распластать. Select и реализовать вериодический. Вериодический select. Отличная мысль. Нет. Domain-driven? Что, нет? Был policy-driven. Не открывался этот сайт. Окей. Он на китайском антополис. Я не знаю китайского. По-японскому. Это другое, вы не понимаете. Ну, ладно. Как хорошо, что я успел все выгрузить. Вот она. Наша любимая абстрактная фабрика. А мы будем ее писать. Ну, как, генерировать ее. Вот то, о чем я говорил, да? Никто дома, скорее всего, не попытался ручками погенерить, да? Конечно. Нет. Отлично. Внимание. Вот есть тут какие-то интерфейсы кошки, собаки, коровы. Наверное, лучше сделать их абстрактными, да? В смысле, ай, дописать. Ладно. Пусть такие будут. Мне так проще. Чего? Да. Вызов метода издай звук, он как бы сразу, сразу Copy and Write запускает. Ну, короче, мы, вот это наши интерфейсы, cat, dog, cow. А вот это у нас конкретные продукты. Наследники этих интерфейсов. Мы хотим сгенерировать два класса. Во-первых, абстрактную фабрику, вот эту. Как бы тут было GUI-factory, вот у нее там должны быть методы. CreateButton, CreateCheckBox, да? Такие же у нас должны быть методы, там, CreateCow, CreateDog, CreateCat. Ну и, в принципе, это все, что здесь требуется, да? Вот тут нужно как-то, каким-то образом сгенерировать метод Create для каждого элемента в этом паке интерфейсов. Ну и на вход. Мы там в тесте. Так, тест, тест, тест. Вот. Делается абстракт-фактори от cat, dog, cow. Ожидается, что у них будут какие-то виртуальные методы. Как мы это будем делать? Давайте думать. Сейчас еще раз мы хотим что? Сгенерировать для каждого типа в этом паке виртуальный метод, create что-то там. Мы создадим сначала класс, у которого шаблонный параметр это тип какой-нибудь, ну, на интерфейс мы узнаем. Ну, то есть нулевой шаг. Theplate class interface, struct, coverload. Я его так назову. Ну, какая-то там нужная сигнатура. А какая? Ну, в целом, кажется, что мы пишем в factory, да? Интерфейс, наверное, надо возвращать. Наверное, unique.tr хорошо бы. Ну, сейчас создавать объекты. Создавать объекты. Это просто в factory. А здесь мы наследуемся от abstract producer многоточия. Ну, точнее, faces. Да. И затем, ну, в идеале, наверное, нужно наследовать с приватными юзингами вытащить. Ну, можно без приватного. Вопрос. Можно ли делать в реальнический? Да, можно. Можно. Вопрос. Как теперь из этой шняги вытащить нужный нам create? .absor.usr.tip. Как-то неудобно, да? Ну, как есть. А можно просто create и в треугольных скобочках указать, что мы хотим create-ить? Можно написать внутри шаблонный метод. to play class interface. Ну, наверное, и, да. Чтобы не было... И. И, а, unique.ptr и create. Вот так мне нравится. Только что сюда вписать теперь? Блин, ну, слишком легко. Что слишком легко? Есть. Ладно. Не знаю, зачем я в прошлом году здесь жизнь усложнял. Вы молодцы. Будем дальше себе жизнь усложнять. Ну, окей, так работает, в принципе. Но для factori лучше даже делать не надо. Но если бы это была, например, tuple или select, то могла бы возникнуть... Тю-тю-тю-тю, tuple дальше будем писать. Да, что... Всю беду увидим. Можешь не говорить. Я говорю, tuple дальше напишем, небольшой, маленький. И все увидим. Не надо спойлерить. Тихо. Еще можно в create передач... Ты тоже собрался спойлерить, я услышал. Не надо спойлерить. Я собрался спойлерить. Так. Ну, кажется, мы написали, да? Ну, то есть, если сравнить по сложности, что вот Александреску в свое время пришлось вот такую штуку городить с какими-то макросами, type list 1, type list 2, ну, тут просто ужас. А у нас все работает. Ну, внимание, мы только что сгенерили функцию, в которой много... Сгенерили класс, в котором много виртуальных методов, причем, ну, как бы, виртуальные методы генерируются по запросу. Да. Я что-то, видимо, не понимаю. У нас есть встракт, да, abstract producer и виртуальный метод. Да. Значит, мы, видимо, хотим, чтобы от нас наследовались от abstract producer. Да. Да, это абстрактная фабрика. То есть... Это интерфейс такой, типа. Хочется какие-то ковариантные абстракты. Давай не будем про ковариантность. Это больная тема для плюсов. Ничего хорошего не будет. Ну, окей. Согласны, что вот мы сгенерировали интерфейс фабрики. Вот как ровно на этой картинке. GUI-factory, create button, create checkbox. Виртуальные функции. Непонятно, да, ничего? А у нас есть интерфейс, который для... Вот можем, наверное, у нас входит наш. У нас передается... Сейчас у нас есть интерфейс интерфейс. Так, я забыл. Вот так. Какой интерфейс интерфейса? Pure virtual, конечно. Да, на pure virtual. Ну, как бы abstract factor это интерфейс. Abstract factor это интерфейс. Ну, это интерфейс для фабрики, которая умеет производить набор каких-то продуктов. Create button, create checkbox. А можешь какой-то небольшой примерчик вот списать, как можно это реализовать? Реализовать интерфейс. А-а-а. Так, это следующий шаг. Ну, вы согласны, что интерфейс мы сделали? А дальше есть вот эти вот win-фактори и mac-фактори. Конкретные. Их мы тоже хотим генерить. Потому что там код, как мы упоминали, неоднократно абсолютно однообразный. Нужно написать new и какой-то конкретный класс. Ну, в нашем случае там будет, типа, new, вот интерфейсы у нас такие, да, а new будут new sphinx, new spanyl, new black angus. Вот она, concrete factory. Ей на вход уже вот к вопросу о type-теплах, type-листах и прочем. Уже приходят два type-тепла. Ну, потому что два пака нельзя, а нам нужны интерфейсы, чтобы понять, какие методы оверрайдить. и имплементация, чтобы понять, а что вписывать в, ну, как бы, что new делать, да. Итак, ну, первый шаг, надо распаковать эти паки, согласны? Вот это вот наша традиционная техника, type-tuple, interfaces, троеточие. Теперь в рядик будет, это специализация. Тут имплементейшонс, и мы сделали специализацию, и уже можно какой-то код писать. Про фактори, выше, чуть-чуть, чуть-чуть выше. Абстракт продюсер, в другой скобочках интерфейсов, разве троеточие не должно быть внутри? Или я не понял, что мы делаем? В плане троеточия… Тебе не хватает практики с в рядиками. Троеточие можно написать внутри, тогда это будет значить, ну, давай скажем, что interfaces это было ABC. Если мы пишем вот так, это значит ABC. Но тут же один аргумент, фигня. А вот если мы пишем вот так вот, это значит, вот все вот это вот выражение разверни. То есть будет A, B, C. То есть мы отнаследовались от всех таких выражений с подставленным паком. Ага. Вот. Давайте вы будете придумывать, как писать конкретную фабрику. Собственно, презентация – это была подсказка. Скаттер иерархия, чтобы нагенерить виртуальных методов. Была линейная иерархия. Ну, скаттер иерархию мы только что сделали. Наверное, нужна линейная. Кто выскажет идею, что делать? Ну, то есть вот этот класс в итоге должен стать самым дочерним классом в некоторой цепочке наследования, где самый родительский будет наш интерфейс. То есть, может быть, с RTP выхаживаете в ретниковую реализацию? Не знаю. Я хочу забирать депси методы. Ну, окей. Давайте так. С точности до того new, что мы делаем. Давайте напишем, напишем конкретную специализацию руками для этого шаблона. Тогда должно стать понятнее. От частного переходим к общему. cat, dog, так, сейчас. Как мы это будем писать? Вот так. Type list cat, dog, cow. Type tuple. Type tuple sphinx spanyl flag angus так. А, ну, конечно, они все определены фиг знамо где. Давайте перенесем пониже. Зачем tuple и type tuple? Потому что этот tuple это будет прям std tuple. Мы будем писать std tuple потом. Так, что я ожидаю, что вот этот шаблон не сгенерит вот в такой специализации. Я ожидаю, во-первых, отнаследоваться от публично abstract factory cat, dog, cow. Ага. Во-вторых, я ожидаю, что все виртуальные функции будут имплеменчены. Какие здесь виртуальные функции? три креэйта. Три креэйта. Нам нужен какой-то класс, который берет пару интерфейса и конкрет тайпа. new sphinx. Но сейчас мы пока притормозим коней. А сейчас override different return type. Ну, смотрите, все сломалось. Мы не можем понять, какую функцию мы override. У нас множественное наследование. Да? Как сейчас иерархия вообще выглядит, вы представляете? Ну, вот можно руками. Так. А почему у нас нету animal, от которого был как то, какого у нас следует? Это три совершенно отдельных иерархии. Мы не хотим специально. Да. Потому что весь смысл вот этого GUI-фактори в том, что она там две разных иерархии, умеет для них генерировать объекты. Просто это название не было контр-интурсивное? Ну, да. Если домашку четвертое делал, это уже то, что ко мне не было есть. Да. Тут другая ситуация. Тут независимых три иерархии. Наверное, ну, что в голову пришло? Не работает вот такой крейт, как мне нашептал Аркадий. Его неудобно override. Ну, то есть можно явно указать, да, что мы вот как-то... Да, ну, вот можно. По-моему, так, да? А, слушайте, какой private? Конечно же, protected должно быть. Это возможно актер сходить. Все равно не работает. по-другому, потому что это non-friend. Ну, а что, как? Зачем мы его... Ну, тут предложили, что можно указать явно, из какого parent мы override. прайдим. Так ведь по типу видимо, из какого-то. Ну, вот сейчас не видно. Почему? Они только return type не отличаются. Да, это как бы... Они даже перегрузками друг друга не являются. И все это наводит на какие-то стремные мысли, что неудобно. Я категорически не рекомендую себя в такой ситуации загонять никогда. Давайте придумаем, как сделать эти штуки перегрузками друг друга. Было предложение добавить в документы. Вот тег, да. Ну, Данила все спойлерил. Какое еще предложение было? Можно создать изначальный класс abstract producer base, который не шаблонный и от него... А, мы тут возвращаем тип разный. Мы хотим три разных виртуальных функции. чистых виртуальных. Давайте и для abstract factor напишем явную специализацию для catdog, чтобы увидеть что мы хотим в итоге. Сейчас, где catdog.cow? Посмотрим. Сейчас так. можно написать указатель на и, который примерно на и. Что-то я закодился уже, да? Вот здесь я хочу. тэггом. Если бы у нас ну просто кажется у меня была бы проблема, если бы у нас сибилатура была посложнее, были бы какие-нибудь аргументы конструктора. тэггом. Да, 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 да. Там... Нет, подожди. Нет, подожди. Можно, знаешь, как сделать, чтобы не торчало тэгов никаких? Можно написать... что-то заходи-то сам... Давайте к остальной аудитории вернемся. Я написал явно специализацию для catdog.cow abstract factor. Должен получаться класс, который принципиально эквивалентен вот этому вот. Но даже вот в таком виде какой-то бред получается. Согласны? Как-то у нас три одинаковых функции create, которые разные значения возвращают. Это фигня. И вызывать... Ну, такого можно добиться, но неудобно. Короче, надо как-то их разделить, чтобы они были перегрузками друг друга, но в целом одинаковые. Вот да, и непонятно, как вызывать. То есть можно... Вот здесь у нас какая-то деталь имплементации на самом деле протекла. Мы вот тут как-то странно позвали. и я предлагаю другой подход. Я предлагаю завести класс тег. Видели ли вы где-то тег-бейст диспатчинг? Да. Да. Валокат что-то слышал, но смех. Сейчас. Я забыл. В UnicLoki еще. Да, в UnicLoki точно есть. Еще в тюпл кажется или где-то там construct in place. Конструктор. Внимание на экран. У UnicLoki есть три конструктора. Всегда принимается mutex на вход. Еще есть дополнительный аргумент defer-log-t, try-to-log-t и adopt-log-t. Что это такое? Ну да, считай, что он уже заблокировал. Не суть важна. Главное, что это просто пустые классы, в которых нету никаких данных, структурки, которые используются чисто, чтобы выбрать, какое из поведений конструктора мы хотим. Почему так делается? Потому что конструкторы в C++ безымянные. В Rust он говорит с именами. Но у нас тут такая же ситуация. У нас три одинаковых имени, мы хотим как-то их разделить, ведем теги и будем по тегам тег в соответствии с тем, кого мы хотим создавать. Вот так вот. Теперь это три честных перегрузки друг друга и мы даже знаем, как вызвать одну из них. Написать там create tag get Вот так вот. Ага. У меня они со своим желанием сделать так, чтобы мы не передавали tag get, а чтобы get оно в часть create переместилось в свою очередь в файл. Нет. Подавив себе такие желания при процессор зло. Можно? Давай, Аркадий, без выпендрежных решений сегодня, потому что хочется успеть и разойтись. Можно спрятать сейчас в фон в фраг в фраг в фраг в фраг системы запускал в фраг в фраг в фраг да, 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 тег мы сюда вбахиваем. Это раз. А два, внимание, смешная техника. Вот сейчас все эти сигнатуры create, они находятся в разных областях видимости, и поэтому строго говоря перегрузками друг друга не являются. то есть никогда при лукапе имен мы не сможем одновременно в области видимости найти все create, которые есть в вот этих родителях. Понятную фразу сказал? Давайте сделаем вот так. Using родители create. да, есть специальный синтаксис, чтобы из всех родителей собрать все функции с вот таким именем или переменные, или define, или using, что угодно. В общем, собрать все такие имена create из всех родителей и затянуть их в текущую область видимости. Вот такая тема. Теперь, когда у нас эти имена есть в области видимости, мы можем звать просто create от тега и все. Нужная перегрузка будет выбрана среди вот этих вот, которые мы явно вытащили из-за что-что? Что такое? Лица скорчили. Да, теперь если извне мы используем abstract factor и можно create и в треугольных скобочках указать, ну, а тут из-за protect через тег не получится. Ну, окей. Теги отлично. Это нам сильно упростит ситуацию с concrete factory, с которой мы в ступор встали, не понимая, что делать хотим. Я же правильно понимаю, что мы сейчас венам просто, ну, так, вместо и да мы писали тег. Да, потому что ты не знаешь, какие у тебя будут интерфейсы в этом списке. Их сколько годно много может быть. Ну, можно венам сделать? Какой венам? В смысле из кэс, ну, короче, из-за тебе на вход дают черт знает какой набор интерфейсов. Ты не знаешь какой. Сколько элементов венами делать и какие у них имена давать. Более того, это тебе не поможет, ну, потому что в чем смысл тегов? В том, что это разные структуры для каждого типа, что ты сюда подставляешь. А, соответственно, вот эти функции create с разным интерфейсом в треугольных скобках будут перегрузками друг друга. И можно выбрать конкретную перегрузку, дернув create, но указав конкретный объект типа тег. Вот точно так же, как вот здесь можно выбрать конкретный конструктор мьютекса, который хочется, указав, перекинув туда объект конкретного тега. Дефер лог т, фигурные скобки. Вот это одинаковая техника. Она частая и полезная. итак. Да нет, так вышло. Кстати, тег еще, ну, это уже будет не совсем так, но в него можно передавать какие-нибудь аргументы для фабрики, чтобы она могла обработать. можно, если хочется. Давайте лучше с конкретфакторой попытаемся ее побороть. Пока что про make unique. Сработает? Сработало. Ура. Конкретфакторе. Для случая cat, dog, cow я ожидаю следующее поведение. Сгенерить три функции, которые оверрайдят то, что было в интерфейсе и вернуть кого? Сфинкса, спаниеля и black энгуса. Вот. То есть, вот для такой, для таких двух тип теплов я ожидаю такой результат увидеть принципиально, да? А вот у нас в данном примере cat только один наследник соответственно только один правил, но потенциально потенциально, что у нас cat словно десяток и мы хотим, чтобы для всех этих десятков свой крейд создался. Правильно я понимаю? Для всех этих десятков свой крейд? Ну да. Хоть тысячу, хоть миллион. В этом суть того, чем мы занимаемся. Мы генерируем иерархию. Итак, вот так должно быть на маленьком примере. Общий случай, как мы будем действовать? Мы наследуемся публично от abstract factory interfaces. Если мы прямо сейчас отследуемся от публик типа от abstract factory, то как мы зауверрайдим? Вот здесь же мы не можем взять и магическим образом написать все эти методы. раз в этом дело сейчас видимо нужно раскручиваться по рекурсии и имплементировать давно каждый раз? Да. отрезаем пишут специализацию отрезаем паркер implementation по пуску и имплементируем весь мегайд и наследуемся без хэмера. Сейчас, а зачем нам по рекурсии что-то расключить здесь? Потому что это сработает. Надо определить виртуальные методы, а мы можем определить виртуальные методы только не шаблонно. То есть мы можем делать внутри шаблонного класса, но сам метод не может быть шаблонным. Нет, я понимаю, я пока не понял, зачем. Нет, мы, конечно, можем поступить как в прошлый раз, делать прослойку между virtual-методом и... Да, но теперь здесь некрасиво, здесь один факт, первый по названию непонятно. Да сейчас оберток навернем каких-нибудь, и все будет нормально. Это первое, что пришло в голову. Но в общем и целом пользователь с Concrete Factory вообще никак не взаимодействует, кроме как создать его. И все. Да, но у нас здесь, кажется, сразу есть небольшая проблема в Concrete Factory. Вот, допустим, у нас есть почка иерархия наследования, скажем, ну не знаю, A, B, C, D. И Concrete Factory, она же можно... Ну сейчас нет, наверное, она даже на более раннем этапе была. Может ли у нас такое быть, что у нас есть одинаковые шаблонные инструменты? В этом списке? Да. Нет. Не может быть. Ну ты домашку там какую-нибудь решаешь. Вот там есть задача, где там надо по-юникать, посортить списки. Ну вот, если надо... Я не понимаю, что можно. Я говорю, что может и юзер, в смысле не по ошибке, а намерен передать... Это бессмысленно. Нет, не может. Все, давай считать, что не может и о таких глупостях не думать. Да, созданить оператором. Давайте не думать о таких глупостях. Чего тут не хватает? Ну, от наследовательного крит-фактори с отрезанными головами. У нас получается, что мы явно никогда не наследуемся от abstract-фактори? Нет, надо. Ну сейчас мы ничего не оверрайдим. Вот это ошибка компиляции будет так-то. А если наследуемся еще от одной только abstract-фактори, Которые... Где? Нет, нам нужно сначала... До concrete-фактори. До наследования... Ну, в принципе, не важно. Вот здесь? Да, вот здесь мы наследуемся от abstract-фактори только одной. Ну так это тогда будет не то, что мы ожидаем. Это не то, что мы ожидаем, да. Почему? Мы хотим уметь скастить concrete-фактори, abstract-фактори от всех параметров сразу. Мы хотим, чтобы работал вот такой код. Ну, короче, можно такой костыль навернуть. Давайте внимательно на этот код посмотрим. Уже мы с тегом разобрались. Пришла пора. Можно просто выбирать. Вот видите? Это unique-паттер на abstract-фактори. А туда мы засовываем что-то через make-unique в concrete-фактори. А зачем? Мы просто тоже на abstract-фактори. Можем его использовать. Что? Ну это смысл, смысл паттер на abstract-фактори. У тебя где-то написан какой-то код. Minecraft Spawner Spawn Mobs. Если бы Minecraft был написан на C. Ну там плюсы добавили. Этим все испортили. И тут мы хотим сделать which create там по интерфейсу cat. Ну, глупый пример получается, но давайте считать, что там ну какой-нибудь интерфейс mob был или animal или еще что-нибудь. Ну, план вот такой, да? Вообще использование abstract-фактори. Вы где-то создаете конкретную фактори, где вы знаете, какие вы хотите наследники. Cat, dog и cow. Потом это передаете в какой-то код, который уже не знает, каких вы наследников используете. И происходит ООП. Наследование, полиморфизм, энкапсуляция. Вы сокрыли детали того, кого вы там спавните в этом спавнере. Каких именно котов. Ну, в этом смысл. Поэтому наша общая concrete-фактори вся целиком должна наследовать abstract-фактори. Нельзя на каждом уровне иерархии наследовать ее кусочек. Итак. Что? Ну, у нас не написано просто в росте, когда она скончается. Да. И можно спасти рекордсии и наследоваться на всяком факторе от всего. Ну, да. Давайте так и сделаем. Это хороший вариант. Потому что все то же самое, что здесь написано сейчас у нас, можно сделать через виртуальное наследование. Что мы хотели сюда написать? Ну, нужно еще один параметр передать. Параметр имеет, да. Третий параметр. Третий параметр передать типа не сокращенно ее. О. Знаете, это зашло достаточно далеко. Ну, давайте, ладно, продолжим без врапера. А давайте просто... Нет, виртуальное наследование делает все дороже. О. Не в этом случае. Ну, конечно, сделать, но на что это страшно. У нас здесь уже виртуальная администрация. Нет, тут и ритуальных вызовов ровно столько же, сколько бы если бы вы их руками написали. А, ну, пожалуйста. Zero cost. Если виртуальное наследование бахнуть, уже не zero cost. Ой. Ну да. All interfaces вот так надо. И... Type 2. И вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И кажется, мы в шоколаде, да? Внимание. Мы написали... Нужно передать еще при наследовании. Да. Конечно. То, что до этого у нас было написано... Вот в какой рефекторе, который не имеет... Там... И все еще на следующем адапте. Да. Да. А вот я прокинул all interfaces. И при наследовании он нужен против наследника. Да. Наслед... Ну, вот это то, как мы наследуемся, он тоже должен... Да. Любите шаблоны? Я люблю. Я их люблю. Ну, вот в такие моменты я начинаю делать вот это вот, мое любимое. Потому что я не могу читать, что тут написано. Да. Если честно. Вот так стало чуть полегче. Просто монитор побольше. Да. Есть у нас на работе... Извините, кто-то сейчас жаловался, что маленьким монитором является доска. Есть у нас на работе люди, которые вот так мне отвечают на вопрос, почему у нас лимит 135 символов в ланг-формате. Ну, что тебе? Просто купи монитор побольше чего. Какие проблемы? Я считаю, что нам нужно было восстановить старой доской и... Да. Да. Окей. Сейчас примерно понятно, что происходит. Паки отщипываем, all-интерфейсы спрокидываем. Надеюсь, тем, кто сидит молча, тоже хоть чуть-чуть понятно. Нормально. Это просто еще стало инстанциацией больше. Ну, квадрат с тобой. Нет? Нет. Нет. По-моему, не квадрат. Потому что мы сделали, по сути, вот ровно то, что на этом слайде. Тут предлагали это с какими-то там промежуточными еще типами, но мы вот просто в лоб пошли и сделали. Вот, линейная иерархия. В конце наша base-фактори, abstract-фактори, в корне там, ну, что-то. Все запускаем. А, знаете, единственное, что... Ну, в принципе, да, давайте запустим. Вот тут вот закомментируем про tuple и попробуем запустить. Опа. Во-первых, оно скомпилировалось, во-вторых, написала Sphinx. А что я тут пишу? Видите? Работает. Меняем на call. Какой type ID напишет? Black Angus? Ну, там 6, а здесь 10. Не знаю. Type ID это... Implementation-defined какая-то штука, мне интересно. Нет, это даже не implementation-defined. Стандарт не может требовать, что у тебя typeid.name выводит. Он вообще на данную штуку написал. Ну, вас не смущает, да? TypeID name печатает, какой на самом деле тип в рантайме лежит под этой штукой. Мне просто было лень писать метод make sound и вписывать там meow и moo всякие, как обычно делают. Но, по сути, это, ну, ровно то, что ожидали, то и получили. Мы чисто по интерфейсу abstract factory дернули create для коровы и получили black angles, не зная, что на самом деле будет. Теперь, ну, в чем понт? Мы добавляем какой-то новый интерфейс в нашу всю эту иерархию, наш там, этот, прекрасный класс. Просто его сюда дописываем, сюда дописываем то, что нужно, и дальше весь код продолжает работать. Можно удалить и доверить, что он здесь не работает. Прекрасная идея. Давайте удалим собаку. А, тут мне было лукавство. А, тут было лукавство, смотрите. Мы забыли удалить эту штуку. Ой, обманка. Ну, вы повелись. Ха-ха. Ну, все равно работает. Здесь есть минус, что мы слишком доверяем человека, который будет пользоваться этим. Можно обернуть кучу оберток, и все будет нормально. Обертки. Ну, юзинги, обертки, там, всякие. Все сделайте, если захотите. Сейчас... Время к концу. Давайте вырежем собаку. Почему бы и нет. Оно сбилдилось. Она написала. Сфинкс. А может, create по-другому вызывает? Мы его как-то не так называем. Да, сейчас мы его явно через этот... Black Angus. Да, давайте вернемся к той идее классной, что, вообще-то, мы хотим вот так вызывать. Будет ли это работать? Нифига, работает. А? А? Неудачный кет. Почему это сработало? Ну, потому что мы везде публичное наследование бахнули. Ну, да, тут вопрос, почему это сработало? Почему... Вот, у нас в самой abstract factory еще вот эта штука была. А, ну, нет, окей. Здесь понятно, почему работает. Просто вот работает и все. Можно все-таки спрятать от юзера перегрузки стеггами? Да. Private public. Тыры-пыры. Ну, тут можно еще много чего запрятать. Давайте считать. Мне кажется, беда еще, что мы публично наследуемся от кусков имплементации. Хотелось бы приватно, но при этом нам нужно все еще публично... Но при этом кусок один нашей имплементации наследуется abstract factory. Смотри, да, мы не можем здесь сделать непубличное наследование, потому что тогда мы не сможем прикастить вот в этой строчке concrete factory, abstract factory. И там можно будет сделать... Не можем, и мы... А, в смысле? В смысле? В смысле? Можно сделать каст, и вот развернуться, как бы, куда это делать нельзя. Чего? Написать оператор каст... А, явно оператор каста можно написать, но это, конечно, дичь. Что-то может сделать с некоторыми возвращениями визирует хост виртуальном наследовании? То есть можно использовать виртуальный наследователь или резолва статика функции? Можно sbase оператора написать. Ну да, просто нет. Ну, например. Но это все равно неудобно. Короче, основную идею вы поняли, правда? А дальше ее можно крутить в очень много разных направлений. Давайте сейчас не будем вот это вот докручивать, потому что на практике вы такое не встретите нигде. Только в книжке Александреско. А зато покрутим tuple. Я хочу написать std tuple. Мне скучно этим прекрасным вечером субботним. Хочу вот такой tuple, чтобы он работал. Сможете придумать? Короче, сначала мы создаем тип tuple leave, у которого два шагунных параметра. Это class t и size t index. Индекс нужен для того, чтобы можно было иметь в себе одинаковые типы. И при этом можно было заведюсить, какой именно, хотя бы по индексу. Ну там, не знаю, какой-нибудь метод fu написать, по фигу. Затем мы задаем template type class t tuple base, просто форму декларация, ну просто декларация без этого. Struct tuple base. Дальше затем template class многоточие ts. Еще size t многоточие indexes. Еще size t многоточие indexes. Tuple base от... Сейчас, сейчас, сейчас. Нужно спросить не тот же sequence. А, наверное, нужно все-таки, чтобы это нормально работало, нужно в декларации класс t и класс... Ну еще оставить пак в декларации. Просто класс многоточие, кажется. Ну либо так, да, вообще, да, вот так пойдем. Давайте просто вот так сделаем. Теперь мы... Не, в последней минуте. Ну, more может быть... Вот, теперь... Окей, да, хорошая мысль. Интеджер-секлансы. Тс, тс, запятай, интеджер-секлансы. От... Покажи, что... Я так и получил. Сначала интеджер-секлансы. А, ну да, нужно сначала интеджер-секлансы, потом... Да. Давайте просто индекс-секлансы. Ну, или... Ну да, индекс-секлансы. Из... И эта штука публично наследуется... От... Нужно вывести по голове. От туда и туда. Зачем по голове выводить? Все готово. Мы можем теперь публично унаследоваться. Вот, tuple-leaf... Скатер иерархия. Ну, тут неважно, как наследоваться. Вот, и теперь мы в tuple наследуемся от... Что? Tuple-base... Тс... А нет, every sequence. Тогда есть they make a unique sequence. По size of tess и tess. Ура! Что мы наколдовали? А 3 точки выказали от расследования, оно по чему? По тессам или по ns? По обоим одновременно. Если вы не знали, что так можно делать, то сегодня узнали. Можно в любом выражении, любом вообще выражении написать сколько угодно паков много, но все одинаковой длины. Потом, после этого выражения написать троеточие, и оно все у вас развернется. То есть это будет квадрат или линия? Линия. Это не каждая с каждой, а как zip. Zip в питоне. А он типа чекает, что там одинаково не находится? Да. Да. Да, это так работает. Вот он, пролетит концерты. А? Вот он первый в мире концерты. Плюсов. Буквально. Проверка на одинаковую длину? Да. Отлично. В tuple leaf у нас будет еще значение храниться. В tuple leaf будет храниться значение, да. Теперь. Теперь. Я хочу гетать по типу и гетать по индексу. Нужно, наверное, сделать один класс, который касается tuple leaf, где мы определим шаблонный метод. А, нельзя специализация будет делать. Тут придется мучиться линейным поиском, кажется. Почему? Можно просто перегрузку. Так, Даня-то знает все. А, да. Тегом, да-да-да. Слышали идею? Кто-нибудь? Тегом. Тегом, да. Что ты сделал тегом? Что сделал тегом? Мы хотим get сделать от типа и от индекса. И то и другое. Нет. Для последнего. Нет. Тегом, не только индекс. Нет. Только индекс. Смотри. А тот индекс, а потом придется с этим этапом. Это тоже самое. Конечно. Мы можем просто завести две перегрузки. Перегрузка тег от индекса. Пока сделаем по индексу, потом подумаем, можно по типу. Ой. Ладно. Давайте писать. Мы хотим сделать by type. Нет. Только by индекс. By индекс, да. По типу это так. Да и то и то. Давайте напишем и все. Но потом. Нет. Одновременно. Будет одинаковый. А все типы различные? Нет. Типы могут быть одинаковыми. Но для этого мы взвели индексы. Ожидание такое, что если мы написали tuple с несколькими разными типами, то мы можем делать get by индекс. Это будет компилироваться корректной работой. А если мы напишем get by type, то у нас будет ошибка компиляции. Это стандартный tuple, так работает, если кто-то не знал. Да. Итак. Есть раз, есть два. Мы сейчас не будем, да, писать очень большую специализацию, на тему и так далее. Нет, конечно. Сейчас идея, тема всего происходящего – это генерация иерархий. Вот внезапно имплементация tuple во многих стандартных библиотеках, она выглядит ровно так же, как Александреску, там типа 20 лет назад, предложил abstract factory генерировать. Да. Мы scatter иерархию сейчас сделали. А теперь нам нужно диспетчеризироваться. Опять же, это такая же проблема, как с create. Как бы есть вот метод by type, который вернет нам value. Но вопрос, какую конкретно value мы хотим получить. Чувствуете аналогию с create? Tag. Просто по тегу делаем так, что они все друг другу к перегрузке. И с каким тегом вызвали, то и получим. Сейчас. Я подумал, мне лучше ли совсем чуть-чуть сделать вместо этого один метод, типа get lib, у которого return type будет этот тип листка полный. С чем? Ну, если мы tuple протокол делаем, то тогда так будет чуть-чуть попроще, наверное. Не думая о сложном, думая о простом. Нас требуется только get сейчас. Усложнить всегда в себе жизнь можно, как вы могли уже понять по нашим домашкам. Там всегда можно сделать легко, просто и быстро. А можно начать усложнять себе жизнь и растягивать с часа до двух, трех, восьми часов время решения. В меру. И его тоже. Давайте сейчас не будем, у нас осталось буквально десять минут. Вот. Ну, шо? Как сделать, чтобы get работал? Ну, я думаю, вам очевидно. Или нет? Да. Да. Только это, там, класс, т.с. туда-сюда, персант, тюб и… Так вот, там. И, значит, за frendive. Шедует название пака. Т. Часто не надо вообще, тогда это где-то шаблоном определять, просто выпилить все с HDS. Нет, так не работает. Почему так не работает? Ладно, у нас же тут ADL. ребят у нас тут adl сегодня да давайте прямо здесь и объявим пусть отель нам ее находит нужен теперь да просто себя принимаем опа видите да friend definition прямо в классе и такой же для ст и только непонятно какой тип мы вернем но я говорю что мы вернем авто амперсант и всем становится сразу спокойно неважно я сейчас полностью забил на perfect forwarding это ну perfect forward кажется кажется вообще во всем курсе в метапроге сейчас нигде ни разу не расписывается подробно как правильно perfect forward и все возможно стоит один раз это разобрать но явно не сегодня ну это раз во вторых везде forward еще но икзепт от но икзепт от весь код функций ну и еще там пару деталей а requires requires весь код функции тоже надо написать и так смотрите она компилируется если факторе нет это нужно не для чтения ошибок а для до спина и френдли оверлод резолюш ну вот работает записали по типу достали по индексу внезапно ларчик просто открывался на этом предлагаю закончить